Большую часть времени я использую небольшие и очень полезные кисти. Однако иногда для определенных целей мне нужны специальные кисти. И в этом видео я покажу кисть, которую я использую для создания набросков. И дам небольшое объяснение, как я предпочитаю ее использовать. Одна из замечательных особенностей цифрового рисования – возможность загружать и делиться пользовательскими кистями. Но порой, загружая обширную библиотеку чужих кистей, вы можете просто потеряться в разнообразии. Скорее всего, сам автор создавал кисти постепенно, одну за другой. Каждая кисть создавалась для того, чтобы решить ту или иную проблему. И если вы посмотрите на примеры кистей, которые я вам предоставил, то поймете, что вам не хватает руководства по их использованию. Кисть, с которой я познакомлю вас сегодня, подходит только для одной цели – заполнения крупных областей текстурой. Я считаю, что это тяжелая кисть, так как она обычно используется с большим диаметром. И к тому же у нее есть своя текстура. То есть, при ее использовании эта кисть серьезно нагрузит ваш компьютер. Чтобы этого не допустить, я начну работать на очень маленьком холсте. Как видите, его ширина всего 800 пикселей. Использование маленького холста такого типа уменьшает нагрузку кисти на компьютер. Следующее, что я делаю, уменьшаю нажим до 31%. Затем я выбираю серый цвет и начинаю делать большие мягкие мазки. Как видите, диаметр кисти 3000 пикселей. И иногда я даже использую 4000 пикселей. Просто огромный диаметр. И я накладываю большие длинные мазки. У кисти есть своя текстура. Вот она, посмотрите. И кроме того, у нее удобные прямые и отчетливые края. По форме она квадратная, так что для прорисовки деталей ее использовать не получится. Эта кисть нужна лишь для того, чтобы большими широкими мазками заполнить холст. И после того, как вы покрыли краской всю поверхность, нужно увеличить разрешение документа. В меню размер изображения Image Size я меняю размер до ширины в 2000 пикселей. Кроме того, важно указать в меню интерполяции Resample Image параметр B3 четче, B3. Это нижний параметр в списке. Этот режим позволяет сохранить резкость текстур кисти. Итак, у нас все готово. Теперь на холсте можно работать. То есть на работу с этой кистью обычно уходит немного времени. Попробуйте поработать с ней сами. Найти вы ее сможете в списке загрузок в конце поста. Спасибо за внимание.